всем привет всех с наступившим новым 2021 годом счастья и здоровья всем в новом году что будет двадцать первом году прямо скажем бардак ой ребята бардак как я понимаю многие из вас сидят с визами на чемоданах и не могут вылететь а еще у многих затормозился иммиграционный процесс ну не вы одни вот посмотрите на эту диаграмму по месячной эмиграции в канаду в двадцатом году по сравнению с 19 бодренькое начало в январе-феврале а потом резкое падение в разы два-три раза иногда и 5-6 раз тут нету конца года правда но ситуация конечно ничем не лучше ну и вот один вопрос под роликом номер 15 о написании резюме натолкнул меня на одну мысль вот мэри тиви мало того что очень приятный комментарий оставила спасибо большое она еще и очень правильный вопрос задала правда ли что сейчас из-за ковида очень много безработных канаде и найти работу теперь мигранту стало еще сложнее так как и так своих безработных хватает но и вы тоже наверное как как и мэри и посматриваете что происходит в канаде с к видом с экономикой конечно же с работой спасибо большое мэри тиви за хороший вопрос но в двадцать первом году я наверное попробую делать такие ежемесячные дайджесты на эту тему прежде всего конечно же про ковид и связанный с ним рынок труда ковид ребята наделал много бед много людей пострадала не только в плане здоровья и даже жизни но и в плане работы вот гляньте на эти графики я подробнее к ним еще вернусь чуть позже но как вы видите в правой части экрана весной 20 года рынок труда резко пошел вниз а безработица резко пошла вверх я уже что-то ответил мэри тиви в комментариях но сейчас немного разверну ответ вот смотрите это уровень безработицы в канаде в двадцатом году по месяцам как видите в середине года он доходил почти до 14 процентов а сейчас декабре упал до 8 и шесть десятых что правда чуть выше чем в ноябре ну как бы пошла вторая волна к вида и конечно она влияет я думаю что безработица немного вырастет ближайшее время но как вы видите после первой волны начиная с июня месяца безработица стала резко падать так что независимо от того как высоко она поднимется во вторую волну она будет падать сразу как только вторая волна закончится но в общем сейчас безработица 86 процента и будем наблюдать по прогнозу она должна упасть к январю 22 года где-то до семи с половиной процентов но вот исторический процент безработицы в канаде за последние 20 лет можно сказать что он в среднем 7 процентов когда мы приехали в начале нулевых ситуация была немногим лучше чем сейчас где-то 7 и 6 7 и 7 процента тогда была рецессия кризис даткомов ну и всякое такое потом был восьмой девятый год опять рецессии из американского пузыря недвижимости подробнее можете посмотреть в моем ролике про недвижимость ссылка под роликом и в правом верхнем углу девятом году безработица была 8 и три десятых процента практически как сейчас но как бы ничего пережили мы эти две рецессии но да первое время нам было труднее пришлось походить на срывайвал джо жена вот переквалифицировалась но это это нормально через это почти все проходят но ничего нашли роботу оба жена даже переквалификацию прошла сейчас все у нас в полном порядке так что решать конечно вам ребята но если у кого-то есть мысли не ехать по причине высокой текущей безработицы то мне кажется это неправильно к тому же безработица сейчас высокая везде в развитых странах вот смотрите в америке до к вида она была вообще три с половиной процента сейчас 6 и 7 десятых так что это не только канада ну и к тому же другого глобуса у нас с вами как известно пока что нет много есть предупрежден значит вооружен значит надо подумать если будет совсем плохо то возможно надо потянуть кота за хвост не ехать пока медицина не протухнет например но это если получается если не получается то ехать и все просто надо иметь ввиду что на рынке труда придется потолкаться локтями сильнее чем обычно значит возможно надо подтянуть язык или изучить что-то новое по своей профессии или сдать на какой-то сертификат который можно будет предъявить на интервью или начать переквалификацию уже дома ну в общем это ваша ситуация смотрите сами я буду давать обзоры того что происходит здесь в канаде до уровня провинции наверно опускаться не буду хотя если вы сильно попросите то буду но так глядя на данные по провинциям на ноябрь двадцатого года получается что в антаре обезработица на пол процента выше чем среднем по канаде в альберте аж на два с половиной выше но там нефтянка своя специфика в квебеке манитобе и бритиш-коламбии на процент полтора процента ниже теперь я покажу вам ресурсы как с ними работать вот базируясь на которых я буду делать отчеты по рынка труда вы потом с вами сможете это делать я ссылки все оставляю но я бы сказал зачем вам тратить свое время лучше смотрите мои отчеты я конечно буду добавлять еще и свои комментарии и это не все ресурсы которые я использую по другим моментам я конечно буду использовать другие сайты в том числе и средства массовой информации вот сайт канадского госстата статкенада ежедневно они выдают какие-то отчеты вот сейчас январь месяц но вот по пятницам первую или вторую пятницу каждого месяца они выдают вот такие вот отчеты labor force survey видите сразу же первым он идет если мы сюда зайдем то в принципе вот самая главная цифра вот она здесь две цифры здесь unemployment rate вот видите 86 как я уже раньше вам показывал да и количество рабочих мест которые вообще занята вот восемнадцать половиной миллиона заняты если кто-то хочет будет детали посмотреть подробности какие-то вот есть здесь основные моменты highlights вот здесь на сером цвете ну и дальше можно смотреть тут кучу всякое там по полу по возрастным группам по провинциям и в конце вот есть такие тут таблицы по провинциям например можно кликнуть здесь и посмотреть что там у нас какой unemployment rate во всех провинциях но вот в онтарио например вот 91 выше чем в среднем по канаде понятно да но теперь вернемся к тому что я говорил в начале вот там две картинки я показывал вот есть более продвинутая такая инфографика да тут как бы можно посмотреть по провинциям все вот и здесь есть такие графики красным это unemployment rate вот видите сейчас вот он где-то вот 86 как раз синим это изменение в имплейменте то есть где-то вот здесь добавляются рабочие места здесь они уменьшаются рабочие места и здесь что интересно еще есть но кроме того что по мужчина женщина по полу да есть еще в разбивка по секторам ну вот например производства или торговли или образование да значит вот если посмотреть то что у нас получается но всякая вот добыча полезных ископаемых нефтянка добыча рыбы падает да вот ведь упадает сельское хозяйство падает строительство падает а все остальные отрасли как бы растут вот я посмотрел наши айти вот она вот можно навести курсор здесь и посмотреть добавилось общее число рабочих мест миллион шестьсот тысяч до добавила 16800 вот за декабрь месяца видите кстати достаточно оперативный репорт сейчас январь в декабре уже он есть значит ну как вот себя найти здесь вот какой вы относитесь категории что ли до индустрии вот есть такая североамериканская североамериканский классификатор вот я искал например вот по айти то есть программист да и нашел что все что касается программного обеспечения вот видите все это относится компьютер systems design который является но мне пришлось тут через структуру пройти вот я оставлю ссылку под видео если вы вас интересует какой вы относитесь к категории то вы по этому классификатору сможете найти как я понимаю это не совсем много это это что-то другое это североамериканский то есть наверное америка канада и мексика туда входят все вместе так и есть еще одна вот такая вот картинка она не такая оперативная как те предыдущие эти рефреш дам потому что тут как это периодически протухает вот сейчас нам доступны данные только за октябрь месяц хотя уже февраль но здесь что интересно вот видите октябрь да это последний месяц что это же тоже есть по провинциям что здесь интересно это то что они еще показывают изменение зарплат вот если вы посмотрите начало 2000 года май например да вот ссори вот зарплата вот здесь видите на 10 в мае выросла на 10 процентов по сравнению с прошлом с маем прошлого года зарплата почему потому что он было рискованно это был там как бы первая волна к вида было рискованно выходить на работу ну вот представьте люди продавцы в магазине выходят или банковские работники или там я не знаю публичные какие-то сервисы выходят на работу им выплачивали какие-то бонусы вот здесь вот видно изменения потом видите как волна прошла все уже как бы счастье это закончилось уже не 10 процентов там добавляли опять процентов 6 процентов вот сейчас уже наверное вообще упала но к сожалению вот данные последние только за октябрь то есть актуальность как бы два месяца здесь еще есть вот процент это безработица но в общем вы поняли все ссылки под видео я надеюсь что здесь все понятно но естественно по провинциям вы можете кликнуть и опять-таки по индустриям классификатор я вам назвал все с этим вот чтобы считать этот ролик первым дайджестом давайте посмотрим еще на какие-то вещи следующие обзоры будут короче но в первом надо кое-что рассказать к вид если помните марте прошлого года я ужасался какие страшные цифры были наконец марта в онтарио было 1144 заболевших и 19 человек умерло так сейчас эти цифры в разы больше ежедневно а по всей канаде заболевших уже более 700 тысяч при населении около тридцати восьми миллионов и это только известные кейсы а сколько неизвестных ну давайте посмотрим ситуацию сейчас сейчас ребята идет вторая волна вот смотрите по провинциям сколько у нас кейсов и смертей манитоба онтарио куэбек вот но daily cases можно смотреть вот здесь вот на этом графике дайте я уберу канаду а поставлю основные провинции альберта бритиш коламбия манитоба онтарио и квебек вот они все вот онтарио она самая верхняя синим цветом самая большая провинция тут конечно больше всего кейсов квебек дышит нам в спину вот он красненький значит вот он дышал в спину у них сейчас вели комендантский час и видимо из-за этого пошла кривая вот это вниз а до этого видите как они ровненько ровненько шли с нами вот но сейчас у них с начала января до 8 февраля вели комендантский час восьми вечера до пяти утра вообще выходить на улицу он там есть исключение конечно так вообще нельзя вот у нас что-то похожее ввели но далеко до комендантского часа нас просто стоит home policy такая оставаться дома но мы можем идти в магазин за продуктами и в аптеку там за лекарствами с собакой можно гулять вообще просто пройти размяться в кубики там все гораздо жестче и там все штрафуют час там по пять тысяч до шести тысяч штраф от 1 до 6 по моему так но стандартно вроде полторы тысячи там выписывает вот но остальные провинции поспокойнее вот альберта вот бритиш-коламбия вот манитоба видите у них тут низко хотя вот одно время где-то вот видите в декабре в ноябре альберта тоже что-то было очень близко к нам не знаю что то они с тех пор какие-то видимо срочные меры приняли и у них кривая пошла вниз она же все еще растет вот ну что здесь дейлис мы ежедневные смерти ну вот видите сколько 37 40 29 41 60 человек от умирает в день но процент как бы смертность остался примерно тот же на уровне два два с половиной процента как и было в начале ну вот идет вторая волна ребята видите какая кривая в принципе она так вот с марта видите она такая низкая а вот где-то сентябрь октябрь вот она пошла резко вверх и что будет дальше ну я не знаю ни один астролог вам не скажет вот такие дела ковид кроме того надел много бед во многих сферах жизни и экономики как я уже показал иммиграция упала до 3 раза помните эту картинку да безработица выросла с 50 и 7 десятых процентов девятнадцатом году до 8 и 6 в конце двадцатого ввп упал на 5 и 8 процента в принципе упал во всем мире в еврозоне на семь с половиной в штатах вот всего на 3 целых четыре десятых но канада где-то на уровне германии получается японии у них по минус 5 и 6 десятых а лучше всех себя чувствует знаете кто тогда китай плюс 1 и 7 десятых процента ладно проехали исторически низкий рейд bank of canada 0 25 процентов и по прогнозу до конца двадцать первого года я даже видел где-то отчеты до конца двадцать второго года он будет оставаться 0 25 обычно ребята низкий рейд означает высокую инфляцию то есть закономерности такие процент низкие кредиты дешевые народ их берет охотно и много и больше покупает всего растет спрос растет цена но сейчас я не знаю все сидят дома никто ничего не покупает ни машины не мебель не одежду никто не летает в отпуск ну и так далее покупая только еду так что вроде спрос и не растет по моему народ уже все деньги несет на рынке вот индексы на исторических максимумах сейчас вот посмотрите на снп уже что-то около 3800 не знаю по моему никто ничего не знает я слушаю иногда экономистов разных от формальных до неформальных так они даже в вопросе о том что нас ждет инфляция или дефляция не дает однозначный ответ так что нам ничего не остается кроме того что наблюдать ну и вишенка на торте рекордный дефицит бюджета его пересматривали несколько раз в текущем году сейчас он где-то около 400 миллиардов долларов но есть еще масса полезных в кавычках вещей от к вида и госдолг и стоимость тестов и вакцин и так далее но иронично нет худа без добра стоимость рента в торонто упала на 16 18 процентов вот посмотрите эти цифры из торонто стар новые мигранты не приезжают старые жильцы покупают свои дома и квартиры а многие переезжают пригороды так как сейчас очень распространена работа из дома то есть получается что ориентовочное жилье пустует ну и цены идут вниз ну и вот в двадцать первом году что я буду делать это давать дайджесты по вот по таким категориям или темам иммиграция как только что-то узнаю буду свистеть ситуация с ковидом буду отслеживать вторую волну как она идет по канаде рынок труда изменения за месяц буду давать как я сказал в общем по канаде если только вы сильно не попросите по провинциям рент это я смогу сделать только по торонто но в принципе тенденция будет скорее всего одинаковой для других городов новости экономики ну вот рейд центрального банка и все другое что может представлять интерес может быть вы что-то еще предложите или подскажите напишите в комментариях ну и так далее посмотрим что еще может всплыть ну все та часть ролика про первый дайджест закончена следующий обзор будет феврале за январь еще раз спасибо мэри тиви за хороший вопрос и надеюсь что я на него подробно ответил так что будьте в курсе всех дел подписывайтесь на канал ставьте лайки а я продолжу что еще будет 2021 спасибо всем кто ответил на вопросы к ролику номер 25 где я спрашивал подписчиков какие темы интересны чтобы я рассказал вот собственно варианты которые я предлагал на экране результаты выделены красным это количество людей проголосовавших за тему радует что адаптация многих интересует значит я на правильном пути ответы приходили по email и в комментах победила медицина и образование про медицину я записал целых три ролика номера с 30 по 32 так что это уже сделано ссылки на них под видео в правом верхнем углу про образование запишу ролик да это я давно собираюсь сделать в двадцать первом году это стоит в планах про второе место апдейты старых роликов давайте пока подождем все равно пока никто не едет сейчас к тому же большие есть непонятки в банковском секторе ну а по ренту цена будет покрыта ежемесячными дайджестами на вопрос жизни в канаде недвижимость тачки развлечения записано три ролика про покупку и страхование машины один про недвижимость и пока что два ролика про развлечения про пляжи кемпинги и коттеджи но эту тему мы будем продолжать у меня в планах пару роликов про великие озера и еще хочу рассказать про реку святого лаврентия с бухты саганэ будет конечно не агара водопад и речка подойдем с вами к самому водопаду и даже пролетим над ним и посмотрим на него из гостиничного номера будем смотреть кито в бухте саганэ узнаем что за скандальная история с немецкой подводной лодкой в озере антария ну в общем такие планы всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои предложения и замечания в комментариях и не забывайте поделиться ссылками на мой канал с друзьями в своих социальных сетях всем здоровья и успехов в двадцать первом году всем пока